всем здорова не успела от нас уехать бы его как бы поставилась и не успела никуда уехать есть желание у клиента я делал на эту бы вы вот эти вот стоечки переделал но не облезли обмудли и зеркала рамочки я желание такое chrome поскольку мертвый ну он уже мертвый все ему как бы привет андрей сделать шадофлайн но само собой переделать то что я уже сделал вот эти уголочки и chrome чтобы был как завода черный все бы ну ничего если бы не было так весело с разборкой потому что на месте красить это нельзя по причине того что резинки туда не залезешь вот так резинки не поотворачиваешь нормально если их отворачивать этой неделе будешь клеится как-то мотовать это все это же грунтовать надо грунт перетирать надо красить надо поэтому надо разбирать разбирается она как бы все разбирается вот она будет лежит в разборе на получше но двери вы высыпали все очень в ноля разбирать все довольно таки гениально и просто но надо туда залезть там отковырять там не сломать аккуратно клипсы поодщелкивать резинки снимать со стопоров там со стопоров там вот там вот там, вот тут но честно скажу BMW гениально продумали крепление этой всей ерунды. Единственное, что не снимают вот этот уголок. Чтобы этот уголок разобрать это надо разобрать всю дверную карту начинку карты стекло, моторы уголок вот этот пойдет вместе с этой рамкой. Поэтому проще все равно всю машину запечатывать. Это не на один день тут работы. То есть запечатывается вся машина в пленку, оставляется окно для работы с вот этой штукой и все то есть это мы не вытаскиваем с места значит что нам вообще понадобилось для работы отвертка, ковырялка ковырялка, отвертка пойдемте покажу тут интересный еще момент получился по выяснению, чем я буду делать адгезию к хрому потому что просто замотать наждаком уже проверено. Не держится так как хочется, чтобы держалась а мне с Германии товарищи, где я работал на сервисе, прислали двухкомпонентную господи двухкомпонентный кислотник немецкий заводской пообщавшись с технологами, они сказали да двухкомпонентный кислотник даст хорошую довольно таки адгезию для того, чтобы можно было допустим на 120-180 риску нанесенную на хром чтобы была хорошая адгезия к следующим покрытиям но само собой все это делается через грунт-наполнитель, который надо перетирать теперь выковыриваем молдинг молдинги тут конченые молдинг, чтобы выковырять и не согнуть его, я не знаю это надо только знать, как он крепился но молдинги уже все снимались, они все погнутые все кривые поэтому тут особо мы ничего не сохранили водительский молдинг, я так понимаю, вообще ему доставалось по жизни очень сильно, очень много то есть, когда тянут его снаружи, отрывают он гнется, его надо тянуть изнутри кривой лопатой тогда мы разгинаем резиновое крепление молдинга и спокойно его вот так вот извлекаем если посмотреть внимательно на этот молдинг он весь кривой вот он, у него вот тут дуга вот тут бугор он вот так дугой весь прогнутый так это с тем учетом, что я его еще пытался рихтовать к сожалению, что после покраски вот эту вот дугу будет очень сильно видно я, конечно, еще попытаюсь вот тут поподжимать, поподминать, чтобы он был более-менее ровный но это прям совсем это прям вообще я не уверен, что у меня что-то с ним получится сделать адекватное ну хотя бы как-то его надо будет в чувство привести но это все потом, то есть не главное у нас сейчас задача разобрать идем дальше, смотрим, что у нас получится непонятно, пока дверь закрыта непонятно, как закреплен этот молдинг этот молдинг закреплен на направляющих то есть его можно, в принципе, снять и так но, прежде чем его снимать, все равно вот тут вот, вот эту черную пластиковую штуку держат три самореза вот тут резинку все равно хоть так, хоть так вытаскивают резинка вытаскивается только с этого угла так, чтобы ее не порвать молдинг снимается вместе с верхней резинкой для себя тут один стопор у резинки есть вот так потом, когда сняли с резинкой молдинг из резинки спокойно вынимается и остается в руках далее, чтобы не рвать резинку ее проще всю извлечь вообще потом она туда станет не тяжело потому что она вся коротенькая дальше вот они три самореза все, передняя дверь разобрана хорошо, когда знаешь, что куда шевелить продолжим вчера, после разборки всего накрыли машину машинкой 180-кой поснимал плоскостя сейчас доработаю вручную только тут уголочки заклею бумагой на кузове здесь все выглядит таким образом а также 180-кой и 220-кой тут прошел молдинги хром поздирал на торсах аж до металла и видно, что на металле под хромом ну под никелем, не знаю, что это как правильно, как будто очаги коррозии но они не вычищаются уже то есть они вот так, как есть то есть уже драл их, драл, драл, драл так и остаются стоечки, та же фигня ну и тут то есть так, в общем, получается хрома кажется немного, когда его красиво развесил да его и так немного ну, заботы с ним скажу реально, немало вычесывал, я потратил все это в руках, между ног там зажимаешь эту пластиночку чешешь на стол и не положишь у нее усы мешают ей лежать нормально вот эти выступающие короче, все в руках и между ног зажимается за него вот это вот, не знаю, часа, наверное, два ну, плюс-минус два у нас вон пылесос ходит, который мои тапки ворует перчатки таскает и так далее наш новый житель, да Миреюшка вот, сейчас здесь заклеим, доработаем чуть-чуть крупным наждачком торцы резинки позаворачиваем идемте, покажу, чем будем обрабатываться к нам тут пришла посылка из Германии чуть-чуть приехала олова самую малость паст и так далее но тут из самого интересного это там, где я раньше работал ребята мне выслали вот такую вот вещь это вошпраймер заводской, фольксвагеновский это то, чем работает кузовной цех при заводе это двухкомпонентный материал я уверен, что по качеству это будет немного лучше, чем то, что мы сможем купить на рынке от какой бы то ни было фирмы потому что это вот эта компания делает по заказу фольксвагена я уже как-то показывал, когда работал в Германии этот материал, аркибаллоны кто не видел кто недавно подписан сейчас покажу чуть-чуть расскажу о приколах этих баллонов и на него будем мы наносить будем мы наносить что у нас есть баночка черного Dark Grey уже как раз заканчивается у нас есть и на замену пришла вот она докапываем остатки поставим новую банку замешаемся это будет грунт-наполнитель который мы потом перетрем и на него мы будем красить чистым пигментом 181 вот такой вот такой белый вот такой вот у нас будет чистый черный это я делал выкраску на Поршайскале цвет как бы вот такой вот процесс работы приступаем к обработке кислоты баллон надо хорошо перемешать в течение двух минут здесь стоит пробочка такая которая одевается сюда на клапан одеваем нажимаем и есть нажали все пробито дно пробито крышки нам не нужны после того как мы пробили тут получается внутри одного баллона две емкости вот одну из них мы сейчас пробили это отвердитель активатор отвердитель ну тот который обычно в двухкомпонентных материалах хорошо так же в течение пару минут перемешиваем и мы получаем двухкомпонентный продукт который у нас залит в баллон здесь носик по-моему да с факелом с распылением и он даже даже выращается все круто у этого баллона все хорошо одно только но после вот такой активации у нас есть три дня на третьи сутки этот баллон уже можно выкинуть потому что он испорчен продукт просрачивается так все сейчас еще вот хорошо вымешиваем и приступаем к обработке наносить я буду его в два слоя тонкими слоями между слоями до полного мотовения пока не перестанет быть мокрым что у нас тут какая супер информация указана расстояние 15 сантиметров дать межслойку сушка полчаса до нанесения следующих слоев на поверхность приступаем к работе факел баллона полный на расстоянии 20 сантиметров такой сантиметров 15 наверное не такой мокренький слой ждем пока он так весь помотовеет и нанесем еще один лучше перестраховаться потому что есть проблема у таких элементов если их не обработать короче если пойти методом просто зачухали нанесли грунт и покрасили при сколе начинает все это дело шевушиться рваться пообщался с технологами вариаций разных много но у нас на рынке к сожалению вообще выбор от того чем можно вот так вот сделать правильно хром там есть два пути а двухкомпонентный грунт у реклера но его нет на рынке и лак однокомпонентный для голого металла его нет на рынке у нас выбор остановился только на кислоте поэтому через кислоту делаем теперь пускаем больше в залив есть полный залив мокрого второго слоя знаете в чем прикол тут в баллоне осталось процентов 15 потому что он уже начало на это подплевывать в таком чуть ли наклонном состоянии в принципе получается удобно элементов как бы много расход идет немалый по сторонам и получается что мне баллон вот этого хватило ну скажем так на обработку ну два элемента так попшикать местами где-то удобная компоновка и в принципе если осталось то можно оставить на следующий день и через день еще где-то что-то там на протирах в грунте подпшикать но это выгодно там где сервисные работы где ты не один работаешь а есть там кто-то подошел дай кислотничек пшик-пшик оно и мне дай пшик-пшик и тогда это выгодно а так конечно открывать на один элемент где там будет чуть-чуть протиров невыгодно я думаю что этот баллон стоит ну не дешево он стоит гораздо больше чем литровая банка кислотника но это блин удобно полчаса прошло грунт лег лег черный неразбавленный потому что мне тут нужно будет подтирать кое-где заусенцы есть кое-где там на одном молдинге молотком его били может даже шпатлевать придется чуть позже посмотрим слоя будет два второй чуть-чуть разбавляться продолжаем работы переезжаем в камеру машина у нас оклеенная с двумя вертикальными полосочками стоит будет краситься по месту молдинги подготовлены 400-500 серый скачбрайт все вручную опять же никаких машин ничего сейчас грунт для протиров смотрим где у нас есть протиры на уголочках все должно быть закрыто хотя бы припылено и будем краситься краситься буду водой черный 181 пигмент чистый с добавкой ван степ адатив 101 то есть мы ее нанесем в полтора слоя черный сам по себе кроет хорошо поэтому будет полтора я думаю все кроет вот этот молдинг который был молотком побит я прежде чем начинать перетирку я сделал риску 400 нанес двухкомпонентное шпакло пока я тер все молдинги тут все высохло и я аккуратненько перебился 400 500 серый скачбрайт и все на этом сразу запечатать этот мотоцикл докрашу который надо черным сделать зеркал лючки все позаматывал потому что все идет в глянец и тут малейшие ссоры еще что-то нам не допустим так 5 минут ожидания протираем липкой салфеткой все и красимся а еще тут из интересного покажу работать буду быстрым лаком взял для пробы А9IP я его уже так пшикнул где-то попробовал интересный лак тем что он реально высыхает за 20 минут ох как слой кипит все ждем сейчас полтора слойчика забабахаем посмотрим что получится салфетка салфетка Полтора слоя все укрыло. Тут тоже все укрыто, где шпатлевка была. Лачиться будем вот этим интересным лачком, один к одному ладе, он быстрый. Сколько у него тут сушка? Сушка, сушка, 45 минут при 20 градусах. Он, интересно, вот такой желтый, я таких еще не видел. Оно сохнет реально быстро, в полтора слоя наносится. Но тут я нанесу, скорее всего, его в два, чтобы мне можно было эти штучки шад офлайн, они всегда идеальны, без шагрений, без ничего. То есть я лучше нанесу два тонких, а посмотрю, может быть, вообще три тонких с хорошей межслойкой, чтобы у меня была толщина, на чем, если что-то вдруг и надо будет, где-то можно было полирнуть уже стоя, когда все будет стоять на машине. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Выгнали на улицу просто посмотреть Где еще можно что-то подполировать Подтирать, посмотреть Вот где-то сыринка лежала Так, так, так И вот так вот подполировано Пол очко этому одичному Из плюсов Реально мгновенно сохнут Реально мгновенно Из минусов Туго полируется, очень туго полируется Царапучий Вот это мы и выгнали, два раза рукой протер Ну, опять же, цвет еще черный Видны уже такие как Тоненькая паутинка Я считаю, что это царапучий лак Хотя Большинство лаков пока свежий Так царапается, короче, быстро сохнет Хреново полируется Царапучий Что еще Да и все, в принципе Во всем остальном лак как лак Блестит замечательно По блеску претензий нету к нему Шагрень растекается хорошо Все По машине С шадофлайном Смотрится прикольно Теперь диски Это мое мнение Диски не в тему Пороги теперь у нас Высматриваются так Что их надо было бы покрасить Потому что отписоченные Очень конкретно Прям мутные места Ну, опять же Сейчас покрась 2000 километров Они опять запесочены Надо краски по броню тянуть По самой работе В переделке Это то, что это правильно У меня заняло два рабочих дня Почти полных Ну, так, часов по шесть Наверное, скажем так По Геморройности работы Честно скажу Работа дебильная Крутишься на ровном месте Все Пальчиками-пальчиками придержи Коленочками как-то там прижми Машинками работать неудобно Потому что вибрирует все Ну, в общем, такая работа Скажу так Мне Не хочется больше Такие работы делать Они Неудобные С элементами Проще Результат как-то виднее И деснее Тут же ковыряешься Пока соберешь Пока разберешь Надолбишься Смотрится классно Ну, не знаю Что-то не по мне Не поперло Я получил, наверное, даже пленкой Утянуло это все дело Единственное, что Пленкой не затянуть нормально Это вот сюда за ворот И здесь будет срез На узкой части Застыковкой А так Пленкой было бы реально быстрее Это все можно было бы сделать Часа за Четыре Пленкой И смотрелось бы Я думаю Ничем не хуже То есть с покраской Ну, вот эта пленка Не затянуть Да, уголочек пленкой Никак не сделать Но с покраской Это заморочка Тайше Плюс Сарапучесть Ну, потом полировать можно Как бы тут Лачка налито жирно Но сарапучесть Пренка не так сильно Сарапается Такие вот дела Все Теперь еще раз Помыть машину Подполировать Что там Вот с этой стороны Я его еще увидел Пока на солнце стояло Надо тернуть А помыть машину Протереть Да можно отдавать Бо она у нас что-то Подзависла Так Малость уже Здесь какая Третья неделя Третья неделя Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok